Вести дежурная часть готова подвести итоги недели в студии Михаил Кунышев. Здравствуйте сегодня в нашей программе. Сотрудник Кировского управления Роспотребнадзора подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В Кирове произошел пожар в здании ЦУМа. Обошлось без пострадавших. Полицейские регулярно фиксируют новое правонарушение в сфере торговли. Чаще других нарушает закон нестационарные торговые объекты. Сотрудник Кировского управления Роспотребнадзора подозревается в получении взятки в особо крупном размере. За 1 миллион 300 тысяч рублей 38-летний чиновник обещал проведение лабораторного испытания крупной партии сливочного масла из Московской области и снятие запрета на его реализацию на территории нашего региона. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД России по Кировской области совместно с УФСБ была выявлена схема получения незаконного денежного вознаграждения сотрудникам территориального управления Роспотребнадзора по Кировской области. Оперативники установили, что он осуществлял вымогательство денежных средств от предпринимателей за выдачу положительного заключения об исследовании продуктов питания, которые не прошли первоначальную проверку качества. В частности, такая схема была использована в отношении представителя одного из перерабатывающих предприятий Московской области, которая получила предписание о ненадлежащем качестве сливочного масла. За оказание содействия в выдаче положительного заключения о качестве продукции без ее повторного фактического исследования сотрудник Роспотребнадзора потребовал 1 миллион 300 тысяч рублей. 27 апреля 2015 года при получении части этой суммы 600 тысяч рублей он был задержан с поличным. Сотрудниками следственного управления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Проводятся обыски и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На неделе в Кирове произошел пожар в здании ЦУМа. ЧП случилось утром. Задымление появилось в новом пристрое к ЦУМу на втором этаже. По предварительной версии произошло короткое замыкание электропроводки в отделе модной верхней одежды. Посетители торгового центра и продавцы были экстренно эвакуированы. К месту ЧП в считанные минуты подъехали несколько пожарных расчетов. Масштабного оцепления здания и перекрытия улиц не проводилось. Пожар был потушен к 10 утра. По данным ГУМЧС, по Кировской области пострадавших нет. Большого урона зданию пожар не нанес, но новая внутренняя отделка заметно пострадала от дыма и копоти. Размер ущерба будет определен после расследования всех обстоятельств ЧП. Киоски нарушителей будут снесены. Кировские полицейские регулярно фиксируют новые правонарушения в сфере торговли. Больше всего нарушают закон нестационарные торговые объекты. За прошлый год и начало этого полицейскими было пресечено более 100 административных правонарушений. Большая часть в нестационарных торговых объектах. В основном продавалась продукция, запрещенная для реализации в киосках. В раннеутренние часы, в ночное время и в дневное время. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Продажа спиртосодержащей продукции и спаивание граждан нашего города. Выявлять подобные нарушения помогают активные граждане, общественные организации и городская администрация. Это позволяет действовать быстро и максимально эффективно. После выявления данных про нарушение информация о нами направлялась в администрацию города, в которой принималось решение о расторжении договора аренды на земельный участок. С последующим решением вопроса через суд о принудительном демонтаже данного дезинститутного объекта. И работа будет продолжена. Как показывает опыт, несмотря на принятое законодательство и установленную ответственность, некоторые предприниматели продолжают нарушать закон. Кировская полиция продолжает выявлять торговые точки нарушителей антиалкогольного законодательства. В их число попал продуктовый магазин на улице Преображенской областного центра. По информации жильцов, близлежащих домов алкоголем в нем торговали в круглосуточном режиме. В ходе проверки информации и факты подтвердились. После полуночи продавец магазина продала бутылку водки и бутылку пива. По ее словам, она пожалела клиента, который очень просил. Кроме того, проданная бутылка водки была последней из трех приобретенных для себя. Однако в ходе осмотра магазина полицейские обнаружили еще целый ящик 40-градусной жидкости, при том, что лицензий на реализацию крепкого алкоголя у торговой точки не было. В магазине было изъято более 20 литров алкоголя на сумму более 5000 рублей. Продавца и владельца торговой точки ждет административная ответственность. Добавим, что обо всех нарушениях в сфере оборота алкоголя граждане могут сообщить в полицию по телефону 02. Анонимную информацию можно оставить по телефону доверия УМВД 589-777. На неделе сотрудники полиции вновь стали донорами. Акция «Милосердие» УМВД была приурочена ко Всероссийскому дню донора. В ней приняли участие представители различных подразделений и общественного совета при УМВД. Из желающих сдать кровь в медсанчасти УМВД выстрелилась очередь. Традиционно сотрудники полиции принимают участие в акции активно. Майор полиции Татьяна Татаринова стала донором уже в третий раз. У нее редкая группа крови и уговаривать ее прийти сюда не нужно. Помочь людям, наверное, скорее всего. Кому-то кровь потребуется. Может быть, родственникам когда-то потребуется. По крайней мере, долг какой-то выполнить. Акция «Милосердие УМВД» проводится ежегодно весной к Всероссийскому дню донора. В ней принимают участие сотрудники ГИБДД, участковые, эксперты-криминалисты, представители штаба, дежурной части и другие. В этот раз сотрудников полиции поддержали члены общественного совета при УМВД. Это в любом случае, так сказать, дело полезное, потому что это какая-то польза для окружающих. А так, наверное, может быть, не участвуя в этой акции, может, никогда бы и не собрался. Всего в акции приняли участие 50 доноров. Собранная кровь будет направлена в учреждение здравоохранения области. Она поможет спасти жизни и здоровье страдающих заболеваниями крови, жертвам происшествий и преступлений. Кровь для наших людей, кировчан. Мы знаем, что наша Кировская область в полтора раза доноров больше, чем в других регионах. Кровь и запас создан в центре продуктов крови достаточно большой, но она будет использоваться по назначению. Акция «Милосердие УМВД» проводится уже в восьмой раз и, по словам сотрудников полиции, будет продолжаться и в дальнейшем. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на каналах России. Акция «Милосердие УМВД»